итак всем привет любители путешествий ну что ж а мы с вами продолжаем изучать отели шерм-альшейха продолжаем путешествовать по египту у нас новый отель который называется как он называется grand отель новый отель grand отель пятизвездочный отель один из самых бюджетных отелей в шерм-альшейхе пятерка один одна из самых таких доступных пятерок в предыдущей серии кстати кто не смотрел посмотрите там было тоже достаточно бюджетный и отличный отель вот нас предстоит задача сравнить два этих отеля которые предыдущей серии был это они плюс-минус одинаково стоят вот но разница у них все-таки существенная и в этом выпуске расскажу где лучше я бы выбрал тот отель предыдущий или этот все плюсы минусы вам расскажу покажу поэтому вы как всегда подписывайтесь если вы еще не дай бог не подписаны на канал потому что все самое интересное впереди нас новые страны куча всего будет мама не горю и короче новая жизнь начинается поэтому не забудьте подписаться не забудьте про пальчик вверх не забудьте нажать колокольчик ну и погнали смотреть яркий срочный выпуск про египет про рыбок про кораллы про подводный мир ай готовь еще позитивное настроение и погнали смотреть выпуск ту 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 one beer и давай ван ром ему федерико феллини надеюсь включат надеюсь федерико феллини будет а кстати у вас наверно вопрос что я за молоко пью да такое кстати реально холодное прям пиво хорошее прям идеальное я дата на хрена ходить на обед ну хрена ходить на обед если вот так вот можно есть итак друзья ну что ж начинаем с вами выпуск из нового отеля новый отель так видно называется гранд отель шар мальшейх это на самом деле одна из таких бюджетных пятерочек вот ну я что-то по цене сейчас позже вам скажу все таки скажу что чуть 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 подороже чем предыдущий наш отель в котором мы отдыхали который континенталь назывался вот он это чуть чуть подороже вот поэтому сравним мы с вами этот отель с предыдущим как бы но они обе пятерки посмотрим ну территория смотри нас встречает здесь зеленая то есть я уже походил по территории могу сказать отель супер зеленый прям пальмы франджи пани зелень вообще все утопает в зелени это круто в этом кстати есть определенный плюс в этом есть определенные минусы минусе попозже расскажу ну пойдемте внутрь с вами посмотрим как выглядит лобби а кстати давайте перед тем как мы окажемся в лобби я сейчас вставочку сделаю как я сюда доезжал потому что была проблема не проблема развод был бы развод у меня привезти в этот отель я вообще был в шоке мимо в другой отель отправили на есть небольшая вставочка как я доезжал до гранд отеля но это писец я из другого отеля выехал гранд отель гранд отель вот показываю гранд отель он берет я смотрю хорошо я ориентируюсь на местности я знаю куда ехать вообще везет меня в противоположную сторону я говорю стопы а куда ты меня везешь ротана какая ротана я тебе сказал гранд отель ой я думал ротана я думал ротана я в гранд отель не поеду далеко вы прикидете как это можно перепутать слово гранд отеля со словом ротана и повезти вообще в другую сторону хорошо им сказал стоп сейчас бы меня еще и довез там на бабки развел здесь короче говорит давай доллар хотя бы я вот вовремя вылез и давай доллар я говорю нет вообще давай не буду твоя ошибка то я вообще в шоке ну в итоге я ему дал 10 фунтов пол доллара пол доллара за то что у меня вот вывезло на на основное шоссе ну хрен с ним но я вообще говорю то есть если кто и люди не знают вот взяли бы сейчас поехали вообще не туда повезли бы вот в шоке я вам просто хочу еще пустыню показать виды какие на основном шоссе выглядеть и горы горы на заднем фоне что я сейчас как бы ему пол доллара заплатил основного шоссе я думаю я за три доллара и доеду нормально здесь ехать-то блин всего ничего вот блин говнюк вот просто говнюк таксист какой-то попался развод на разводе вообще чтобы вы понимали с таксистами ну желательно просить их включить таксиметры ехать официально ну у меня глаз алмаз у меня даже цены получаются ниже чем в таксиметре но проблема в том что не все таксисты таксиметр включают они называют туристом фиксированную цену ну побольше где в 10 раз больше чем по таксиметру и поэтому туристам они большинстве случаев отказывают ехать по таксиметру но некоторые соглашаются поэтому иногда там говорите включи таксиметр давай таксиметр если не хочешь за мою цену ехать давай включай таксиметр может сработает но не всегда это срабатывает не все готовы так ну сейчас давайте зайдем с вами в лобби ну короче я удивился да как меня сюда привезли вот выглядит таким образом фонтанчик территория большая там проходят обеды нет красиво в принципе красиво но есть свои определенные нюансы про них я чуть попозже вам расскажу так ну чё все вот мы выходим уже к барной стоечке там внизу бассейны там вдали у нас море здесь наливают всякие коктейли пиво так давайте hello hello one beer и давай ван ром ван бир ван ром так что пиво прикольно то что наливают из стекла опять же в 3 звездочном отеле наливают не из стекла а из-за угла ну кто помнит первый выпуск который я снимал про фалкон там вообще чувак уходил за угол чё-то наливал не пойми какой ерш вот бормотуфу какую-то там такое ощущение что было безалкогольные пивы смешанные с каким-то местным алкоголем вот а здесь хотя бы вот стелу достают прям стелу хорошее пиво местное и джек пивер я из гуд бест бест бира окей эндором и так в общем меня набор джентльмена получился не заеду джентльмен джек прям вот так можно называть мой набор я всегда вот получается когда заселялись беру пивасики беру ром ну там или виски виски нам будет следующий раз в другом баре возьмем здесь баров кстати ну несколько здесь бар там бар внизу бар где море ну если мы сейчас доберемся с вами скоро уже вниз туда на море вот потому что ну главное для чего приезжайте в египет ради моря ради рифа постепенно потихоньку территорию покажу ну видите какая красота уже супер красивый бассейн зеленая территория сейчас пустимся прогуляемся покажу номер расскажу сколько что стоит давайте сами выпьем набор джентльмена сначала вот почему я беру как бы говорю сначала пиво и там виски или ром чтобы понять вообще какое качество алкоголя вот наливаю до 12 ночи с 10 до 12 ночи наливаю с 10 утра до 12 ночи поэтому мне некоторые отели знаете концепция не нравится когда наливают с 12 дня там до 10 вечера что-то такое ну блин бред какой-то хочется с утрица уже выпить пивасик хотя бы просто жарко давайте с вами попробуем теперь второй набор джентльмена это вот ром ром ну скажу так что это не полноценный ром наш 40 градусный какой-то 30 градусный 28 градусное ощущение ром вода водой короче блин это может быть даже 20 градусный короче очень сильно разбавленный ром короче вообще не крепкий его можно залпом выпить от силы 30 градусов такой очень легкий отвращение кого-то не вызывает но это явно какая-то разбавленная штука вот поэтому ну по алкоголю пить можно но чё-то не то чё-то не то так что сейчас спустимся туда вниз к бассейну и прогуляемся с вами уже скоро к морю вот ну сходим на обед обеда проходит где-то там наверху без вида на море вот кстати удивительно что почему вот они не делают обеда чтобы проходили где-нибудь на берегу моря было бы же круто где-нибудь там внизу они всегда устраивают где-то на ресепшене где-то наверху всегда ну так с точки зрения инфраструктуры удобнее подвезли на машине наверно туда вниз таскать и еду им неудобно вот поэтому ну наверно так давайте с вами прогуляемся до номера и покажу и расскажу сколько стоит прожить в этом отеле как раз многих интересует эта информация вот смотри здесь таким ступенькам номер там где-то слева находится красота тоже здесь смотрите тоже френджи пани растут пальмочки всякие растут какие-то фиолетовые цветочки растут и это все похоже найти на какой-то греческий стиль такой вот в греции там в турции такие цветочки розовые растут объявляют деревья не знаю вот территория крутая пишите в комментариях как вам по видам а такой отель как бы к зелености территории да там к ландшафту вообще претензий нет очень круто красиво выглядит не хуже чем наш предыдущий на друзья ну что я заселился давайте смотреть обзор номера и так в общем нырок такой стоит 4800 рублей в сутки все включено соответственно это мы все будем с вами сейчас изучать ходить купаться как всегда будем проверять риф будем смотреть на рыбок будем ходить на обед и завтраки ужины все расскажу покажу отсюда мы сами сгоняем в старый город потому что он относительно недалеко находится ну вот вам как бы обзор пока панорамка такая отель я только вот заселился только зашел давайте вместе посмотрим ну как бы что-то номерок конечно похуже чем предыдущий отель у нас был вот хоть он вроде и большой просторный но тут какое-то все пошарпанное потрескавшиеся здесь такое давайте глянем welcome дринки есть хотя бы какие дринки так дринков никаких пусто блин что в предыдущем отеле нифига в мини-баре нету хотя пятизвездочный отель-то ребят пятизвездочный отель нету отель отел отель телевизор любви он гэндик умер герой интернет after arrivé телевизор помню даже вам не друзья с советских время что такое название глюндик Грюндическая дикам по моему так он назывался да как-то смешно это название в общем не плазменный за там не и плоский телевизор а вот такой старенький в общем все в номере такое староватенькая обшивают даль Mob главное что работает к этой к этой работает без крюча хорошо кровать большая это хорошо и давайте выйдем с вами На балкон Давайте посмотрим, что у нас с вами на балконе Ну, балкончик неплохой Но, опять же, в предыдущем номере Прям дали шикарнейший номер Вот, могли бы дать, конечно, там На первой береговой линии Чтобы было все красиво Ну, слушайте, у нас получается свиминг-пул Плюс в отдалении Севью такой Ну, не, в предыдущем, конечно, были виды получше Из номера Прям было круто Ну, слушайте, и здесь тоже, можно сказать, неплохо Красивый, зеленая территория, пока я вот ходил Зеленая территория Все зеленая, неплохо Сейчас все предстоит изучать Будем все это дело смотреть Давайте ванну с вами посмотрим Да, по поводу цены Я вам, в принципе, сказал 4 800 в сутки стоит Все включено Опять же, рекомендую переходить по ссылкам в описании Бронировал я все по этим ссылкам Там промокоды и так далее Все по ссылочкам в описании Я постоянно чем пользуюсь сам в путешествиях Это вам и рекомендую от души в рекомендациях Плюс вы получаете скидки Если есть, там попадаются, да Партнерские скидки на вот эти сервисы Я их всегда размещаю в описании Поэтому переходите Там и 10% и 15% бывает скидки Пользуйтесь Обязательно Вот, ну пойдемте с вами посмотрим номерок сам Фу, не номерок, а туалет Номерок Тоже немаловажная часть Вот, я мельком глянул Ну, сразу разочарование Просто разочарование Один, один толчок только Один толчок В предыдущем номере у нас было сразу два толчка А здесь один Вот, недочет Так, что у нас здесь? Мыло жидкое Еще, а вот мыло Это шампунь Шампунь такой Есть, естественно Фен Фен тоже есть Есть традиционное зеркало Которое мега увеличивает Такое, я больше не буду есть Переворачиваем вот этой стороной О, можно есть Как бы Вот эта сторона мне больше нравится Поэтому пускай зеркало Этой стороной стоит Не будем его переворачивать Так, что еще здесь показать-то? Ну, такое все Какое-то подушателненькое Слегонца, да Он какой-то в ржавчине какой-то такой Ну, вот здесь вот Ну, блин, не пять звезд тоже Как бы пока кажется, что Пока четверочка такая Да, я что вот обронаружил-то Ребят, что выдает, что это не пять звезд? Телефона нету Телефона здесь и нету телефона Поэтому пивка в номер не вызвать Толчка Обычно у толчка находится прям телефон Мне, пожалуйста, в номер пиццу Мне, пожалуйста, в номер пивасика принесите Здесь так не сделаешь, к сожалению Ум, я, ах Ну, так, хорошо вот здесь у нас есть Давайте посмотрим Давайте, как О, сейф есть Сейф Сейф бесплатный Плюс просто вот так вот Места для вешалок Вот такой вот номерок Пишите в комментариях Ну, кровать, как бы, благо King Size хорошая Кровать тоже можно лежать поперек Хорошо, это хорошо Буду номеров сказать Очень средний Не очень средненький А очень убитый Так назовем Возможно, они когда там Десять лет были и нормальные Вот Но, к сожалению, сейчас Они подушатанные очень сильно Так их можно назвать Вот И еще минус такой В том, что у Моего именно номера Особенность такая Кондиционера Что он фигарит Только на максимум Как морозильная камера Просто фигарит Я вот сейчас постоянно Позаписывал Блин, я подмерз А ниже не делается То есть, короче Обороты не сбавляются Температура не регулируется И так далее В общем, я со многими поговорил Ну, многим как бы Многим досталось еще хуже Вот, еще хуже Вот Ну, а территория Благодаря тому, что Как бы на зеленые И так далее Территорию не ушатали Как бы вот Деревья растут Оно как бы красиво Все выглядит Бассейны тоже Вроде как бы Не ушатанные Вроде нормально все То есть, именно Сами номера Оставляют желать лучшего Он тоже Отваливается Даже края вон сколотые Ну, хрен его знает Вообще не знаю В общем, отель Требует явной реновации А вот территория Достаточно красивая Так, ну что Я, наверное, предлагаю Нам сходить сейчас На обед Вот А после обеда Мы с вами отправимся В самую интересную часть Отеля Это пляж Пляж Сходим на пляж Посмотрим, какой здесь Коралловый риф И так далее В принципе, территорию Мне кажется Я вам максимально уже показал Красиво Красиво Ну и, собственно Сейчас пообедаем И пойдем на море Посмотрим, как у нас С вами здесь обстоит Дело с домашним рифом Так, ну а сейчас Давайте с вами прогуляемся На обед Вот, собственно, смотрите Как арка похожа на Санта-Барбару На самом деле Смотрите, я сейчас только Увидел Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Слушайте, реально Мне напомнило Прям пальмочки Что там были в этой арке И вид на море И так далее Санта-Барбара Вот Ну все Пойдемте Санта-Барбара Посмотрим, как у нас С вами проходит Здесь обед Что здесь накладывают Я думал сначала Себе положить И пойти поснимать Но вот эти засранцы Здесь не дадут Отойти В принципе Вы поняли, да В предыдущем отеле Мы с вами сидели Он просто у меня за спиной Сидел и тырил Вот эти вороны Ну вот, смотри Не боится ничего Ты не боишься Каркуша, блин Вот они здесь Судя по всему Все тырят Поэтому без присмотра Здесь даже Отойти на метр Нельзя Они сразу налетят Ну все Погнали Посмотрим, что у нас Здесь будет сейчас Ну все Заходим Начинаем смотреть Что у нас здесь Овощные супы Куриный крем-суп какой-то Кстати, интересно Куриный Ну я вот Ну смотрите Ой, густой Это в отличие От предыдущего отеля Здесь прям густой супец А, я записываю Да, да, да Здесь люди не понимают С кем я разговариваю Так, куриный крем-суп Вот Тоже мы с вами возьмем Ну, главный минус Вот ребята мне сказали Это что здесь На обеде Ничего не наливают Ну, то есть Нету никакой барной стойки Чтобы подойти И что-нибудь Налить Вот у нас Вся зона С едой Ну, слушайте По мне так это Ну опять Это трож Тройка уже Это даже тройка Это даже не четверка Это уже тройка Какие-то салатики Какие-то майонези Штуки Вот это Ну это как бы Ну вот Ну так Короче Не очень Небольшой выбор Сейчас посмотрим Что здесь еще Вот в этих штуках Стоит у нас Так, ну погнали Пойдем Смотрим Что это у нас Такой Крис Белла Мид Что такое Крис Белла Мид Походу Как-то Лазанья Наверное Какая-то Типа что-то Лазанья Плюс здесь Смотрите Курка карри Курка карри Чикен карри Вот Вот это я люблю Ооо Вот это хорошо Вот это я точно возьму Это я возьму Потом у нас Жареный картофель Жареный картофель Так Что у нас здесь дальше Шпинат Шпинат Вермишель Рис Вермишель Рис Ну в общем рис Вот в карри Можно взять Вообще будет Пушка-гонка Так Это рыбное филе Смотрите Рыбное филе Рыба есть Вот Ну она как каша Конечно Выглядит Не очень аппетитно Ну посмотрим Может быть тоже возьму Вот На самом деле Опять же Фраза с Гуркино С актуальным По поводу этого отеля Ну Ну вот Что-то здесь жарят Так Что у нас здесь жарят Привет 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 Так Вон что-то мясное Говядину Говядину какую-то жарят Но это попозже подойдем Здесь зона С пастой есть Вот Ну На пять звезд Вкус не особо тянет Ну да Согласитесь По-моему Так вот Здесь тоже Всякие вкусняшки Есть Вот Плюс здесь зона С хлебом Плюс вот салата Какие-то Горю Перчики Помидорчики Капуста В целом Как бы Ну ладно Как бы Ладно Можно Писать на это Смотрите Плюс говядину Жарят Вон Всякими овощами Выглядит аппетитно И горошек здесь И это Круто И вот это Неплохой уголок Вот Вот он у нас Сладкий уголок Сладкий уголок Ну кстати Не так уж и много всего Ну слушайте Ну хуже Чем предыдущий Наш отель Был В котором Я отдыхал Похуже Похуже По еде Как минимум Я от того был Не в восторге От этого Тем более От этого Тем более Вот Ну вот такие Тортики Всякие Здесь есть Тортики 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 Пирожные Ну зато А дыня Это дыня у нас С вами Тоже здесь Тортики 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 И все Вот Ну и плюс Возможность Посидеть Я не знаю Это кстати Здесь никто не сидит Наверное Это какой-нибудь Может быть А-ля-карт Что-ли Или почему Почему здесь никто не сидит Вполне комфортно Поверхладно Нормально Вот Ну по территории Я не знаю Кто-то сидит в проходе Вообще Кто-то Не знаю Я на улицу Сейчас сяду В общем Ну эта концепция Больше реально Трех звезд Точно не пяти Потому что Обычно Нормальный обед Проходит до трех Хотя бы Хотя бы до трех А тут до трех с половиной А тут до пол третьего Ну Я вроде В притык пришел Сейчас будем с вами Набирать И сядем на улицу А я сперва не понял Почему все люди В проходе сидят Да То есть Ну вот здесь Здесь Видите Здесь Думаю Что это такое Вообще Полно свободных Мест Как бы Почему-то Все сидят здесь Оказывается Нельзя Блин Сидеть Вот там Вы прикиньте Да Я вот вам показывал Он даже Перегороженный Типа нельзя Садиться сюда Это типа На вечер Только Можно Вот Мне даже на улице Не разрешили сидеть Поэтому Там где Зеленые скатерти Там сидеть Нельзя На обеде Вот Меня с трудом Сюда Посадили Поэтому Ну окей Будем сидеть Здесь В уголке Блин Возле каких-то Возле каких-то Я в проходе Сидеть не хочу Ладно Все Что я в общем набрал Но честно говоря Ужасные Пока отношения Ужасные Вот Что это за такое Вообще сидеть В проходе Блин Ну блин Ну я впервые Вообще Вижу В отеле Чтобы Сажали В проход Все Все ходят В нему Тебя На входе Когда у тебя Куча столов Свободная Я честно говоря В шоке От такой концепции Вот Ну ладно Давайте Попробуем Супец Что у нас За суп Собственно Я взял Такого Чикен Крем Крем Суп Такое себе В принципе Не есть Можно Как бы Какие-то Макаронные Какой-то Макаронно Бобовый суп Ну вы же знаете Для меня Главное Едение Не еда А виды А виды Здесь просто У меня Потрясающее В окно Виды В окно Туда На улице Сидеть Не разрешили Я вам Хотел Там сесть Возле этого Санта-Барбары На стойке Этой Арки Нельзя Нельзя Уходи Говорит Уходи Давайте Пойди Внутрь Иди Внутрь Не разрешил Мне Ладно Короче Что-то У меня Отношение Не очень нравится Здесь В отеле Вот И формат То что Сиди В проходе Там И вот Это Напрягает Ну ладно Давайте По поводу еды Ну в целом Как бы Четверочку Наверное Тянет Четверочка Наверное Да Курочка Карри Как бы Испортить Сложную Курочку Карри А то Что Пивасика Нельзя Ни вина Нельзя 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 Короче Что-то Не очень Пока Мы Пока Еще не Нашли С вами До моря Я надеюсь Море Нивелирует Пока Негатив Какой-то Сейчас Ладно Расставляемся Отдыхаем Кушаем Курочка Всякое Что у нас Здесь Какие Капусты А вот Давайте С говядиной Штуку Попробуем Вроде Как бы Прикольно Он готовил Ее Ну как С говядиной И овощами Я люблю Такие штуки Вообще Выглядит Вроде Аппетитно Сейчас Попробуем Так Ну-ка Мне Все По еде Нормально То Что-то Я взял Все Достаточно Вкусно Не Пересолено Нормально Есть Можно Но Отношение Какой-то Здесь Типа Уйди Отсюда Уйди Отсюда Здесь Сидеть Нельзя Сядь Туда Мне Это Не понравилось Шум Гам Не люблю Когда Шумят Гамят Вот Ну плюс Еще Перчик Давайте С вами Попробуем Насколько Здесь Он Ядреный В предыдущем Отеле У меня Аж Слезы Пошли Он Вообще Не Острый Это Вообще Не Острый Перец Еле Еле Какой-то Там Расскакивает Ну В общем Такой Обед Говорю Ну Как-то Я Разочаровался Пишите В комментариях Как вам Такой Ну Блин Что это Завидно Такой Там Кто-то В проходе Где-то Сидит У тебя Полно Столов Свободных Но Нельзя Сидеть Почему Вообще Без Понятия Там Свободно Там Свободно На Улице Свободно Нельзя Ну Окей Даже Не запить Блин Сок Придется Взять Пойду Сок Возьму Витаминчиков Хотелось Конечно С витаминчиками Было бы лучше Ну Ладно Всем Приятного Аппетита Такой Получился Обед Неоднозначный Честно Говоря По-моему Странный Странный Обед Кажите Что вы Думаете Нет В целом Вкусно На самом Деле Я Тарелку Даже Съел Вот Если Ну Блин Может Они Настроение Не Подпортили Гру Собрался Сесть На улице Отсюда Прогнали Отсюда Прогнали В принципе Вкусно Вот И опять же Напомню Что Всегда В отелях Завтраки Это Самый Минимум Что Отель Может Выкладывать Обеды Это Такой Середнячок Какой-то А ужин Самый Максимум Поэтому Ждем Ужинать Посмотрим Чем Удивит Ужин И Надеюсь Сидеть Можно Будет Где Захочешь Ну Блин Зачем Они Так Сделали Настроение Довольны Поэтому Еда Вкусная Претензий Нет На четверку Это Четверка Наверное Так бы Я его характеризовал Точно Не пять Звезд На четверку Тянет На четверку Нормально Так Ну После Обеда Приходится Вон Вниз Спускаться И Брать Стаканчик Пенного Ну На самом Деле Мне Сказали Лайфхак Ну Поскольку Я Неопытный Только Заехал В отель Оказывается Там Не барная Стойка Нужно Официантов Просить Соизволения Принести Пивасика Вот И они Вроде Приносят Без Особого Энтузиазма Конечно Ну Наливая Это Небольшие Стаканчики Ну Здесь Вот Внизу Можно Хотя Бы Стекла Чет Попить Нормально Ну Вот Здесь У нас Такой Красивый Вид Бассейн И так Далее Вот Скоро Наконец Я Сейчас Добреду До Пляжа Вот Такой Бассейн Где-то Мой номер Находится Кстати Вот Где-то Вот Здесь Вон Кстати Виден Отсюда Остров Тиран Видите Вдали 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 Такой Виднеется Остров Тирана Кстати В предыдущем Отеле По-моему Не было Видно Остров Тирана Хотя Он Ну Отель Ближе Находится К Тиран Это У нас Дальше Видим Со стороны Получается Взгляд Какой-то У нас Ну Вот Можно Вечерком Здесь Посидеть Такой Атмосфер В принципе Барчик Работает Вроде Как До 12 Часов Ночи Поэтому Вот А Давайте Пиво Взял И Плюс Можно С вами Попробовать Виски Давайте Виски Попробуем Наверное Дрянь Конечно Не Сусветная Ну К Проверю Я Даже Вот Я Даже Не Выпил Не Глотнул Я Уже По Запаху Чувствую Что Конечно Шляпа Полную Даже Пить Не Хочется Вот Реально Запах Просто Спиртя Как Ацетон Какой-то Слушайте Он То Ли Разбавлен То Ли Еще Что Не Знаю Он Очень Слабый Очень Слабый Для Коктейлей Короче Наверное Годится Пить Можно Это Не 40 Градусов Я Это Вообще 30 Градусный Виски Какой-то На Виски Мало Что Имеет Общего Вот Поэтому Ну Все Ладно Ну Хотя Бо Так Я Уже В Предыдущем Отеле Вам Говорил Что Если Вы Хотите Пить Крепкие Алкогольные Напитки То Берите Собой Юти Фри Обязательно Крепкие Алкогольные Напитки Вот А Кстати Пиво Наливайте С бутылки Стеллу То Это Хорошо Потому Что В Предыдущем Отеле Кстати У меня Видите Браслет Это Все Сняли Сказали Нельзя Ходить С браслетами Чужих Отелей В Континентале Таких проблем Не было Я ходил С разными Браслетами А здесь Сказали Нет Надо Срезать У меня Чемодан Лежит В этом Отеле Как я В него Ну я надеюсь Пустят Я кстати Не знаю За потерю Браслета Есть какие-нибудь Штрафы Мне еще Может штраф Какой-нибудь Паяют Это то Что я Потерял Браслет Ну вот Фиг знает Единственный Первый раз В отеле Так вот Строго По поводу Говорю Я говорю Живу в разных Отелях У меня Оплачено И там И у вас И там Нельзя 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 Ну хрен с вами Отношения Мне не очень нравится В этом отеле Пока Персонала Ну и люди В принципе Обращают на это внимание Что они какие-то здесь Такие Грубоватые После континенталя Мне тоже здесь кажется Конечно Вообще Ультра неприветственные Ребята Какие-то Странные Вот Ну ладно Давайте будем Наслаждаться Будем Кайфовать И главное Сейчас Окунуться в море К рыбкам туда А кстати Здесь еще Он тоже Что-то готовит Внизу Ух ты Вот Ну все Пойдем дальше Изучать территорию Отеля Итак Ну что Топаем с вами На пляже Кстати Нужно иметь ввиду Что здесь Все-таки Есть Лесенки Конечно Это не Дримс Бич В Дримс Бич Вообще Просто нужно Лазить 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 По горам Практически Вот Ну здесь Вот раз ступенька Два ступенька Грубо говоря Вот по этой ступеньке Поднимай Спуститься Ну и подняться Потом разумеется И вот здесь Тоже еще уровень Такой есть И все Дальше в принципе Более-менее полого Так Ну погнали Собственно Видите Сзади бассейн Кстати есть Там еще один бассейн Есть И справа Уже начинается пляж Вот Ну слушайте Ну в принципе Все такое относительно Ну новое Не убитое Почему номера такие убитые То есть Все как бы Ну окей Претензий Вот как бы За пределами номера В принципе нет Все так бы ухоженно Чисто Не разбитая там Плитка Вроде И цветочки То есть К садовнику Вообще Вот садовнику Отдельный респект Все как бы подстрижено Все красивенькое Так далее Вон еще один бассейн есть Слушайте Бассейнов прям дофигища Хочешь один Прям Випа бассейна Ну вот у нас с вами Пляж Внизу такое открывается Здесь Знаю Сразу резко Глубина будет Резко Глубокое Море Соответственно Кто там любит Пологий заход Это не про этот отель Вот Да в принципе Шермальшейх не про этот То есть Если вам нужен Плавный заход в море То тогда вам нужно Там Либо в Наама Бэй Ехать Шермальшейхи Ну либо тогда уже Рассматривать Хургаду Шермальшейх Это под любителей Снорклинга Дайвинга Глубины Рыбок Кораллов И так далее То есть Вот ради чего В принципе Ну я люблю Из-за чего я люблю Шермальшей Как раз из-за того Что здесь глубина Из-за того что здесь Кораллы Рыбки Красивые Ты опускаешься И сразу опускаешься Погружаешься В аквариум По сути Вот Так что Мне круто Прикольно Что здесь много Всяких пальм Но опять же Вот Три волосинки Торчит Это не мои Любимые пальмы Я люблю Низенькие пальмы Низенькие И пышные 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 пальмы Значит Ну реально Три волосинки Торчит вверх Вот так Вот что это Пальмы такие Но тоже Какой-то Кое-какой колорит Есть В принципе Создают Ну и так Вот выглядит Пирс С которого Заходят все И чтобы вы Не думали Это не камни Это не камни Это кораллы Как раз Это главная фишка То что Здесь сразу Глубина будет Сейчас мы с вами Кейс водозащитный Наденем Погрузимся Даже отсюда Видно Вон куча рыбок Плавает Вам отсюда Наверное не видно Но вон Вон рыбки 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 Все это в рыбках Вон рыбка Вон там Короче просто Аквариум Аквариум Сейчас вниз Спустимся Займем местечко И пойдем уже Плавать В этом чудесном Аквариуме Вон там рыба Попугай Поплыла Отсюда Даже нырять Не надо А вот Вреки С такой высоты Видно Вон куча Попугаев Плавает Ну супер Вообще Так вот Музычка Заиграла Там В волейбол Начали играть Движуха какая-то Создается И в принципе Что я хочу сказать Что Ну Относительно Конечно Трех звезд Небо и земля Вот уровень Такой У тебя Музычка Те развлекают У тебя Первая береговая Линия У тебя Барчик Сейчас Можем взять Пойти Коктейльчик Там Можно Пивасика Взять И так далее Конечно Ну Пять звезд Оно Все-таки Круче Чем Три звезды В которых мы отдыхали В первые дни Но Там надо признать Что Сколько В два раза Дешевле Конечно Если на долгосрок Ехать Я бы выбрал Наверное Три звезды Потому что Ну Слишком дорого В таких Отелях А на недельку Ехать Ну Наверное Вот Пятерки Конечно Лучше Будут Пятерки Лучше Ему Федерико Феллини Надеюсь Включат Надеюсь Федерико Феллини Будет Надеюсь Вечером Будет Федерико Феллини Посмотрим Что здесь У нас Будет Пойдемте Пивасико Возьмем Ну Отель Вообще Полупустой Кто Полупустой Я не знаю Мне кажется Десятая часть Вообще Отеля Заполнена Все пусто Пусто На обеде Тоже Относительно Немного Людей Здесь Полно Пустых Шезлонгов То есть Это Вам Часть Наверное Заполнен Никаких Очередей Просто Идешь Подходишь Там На бар Иду Спокойно Вообще С одной С одной Стороны Это плюс С другой С одной Стороны Минус Как-то Тихо Очень Совсем Я не знаю Мне как-то Повеселее Хотелось Чтобы Молодежнее Было Молодежи Не Очень Много Привет Привет Пиво Давай Пиво Холодное Отлично Фараон Еджип Бир Это Фрон Это Круто Круто Спасибо И Виски Все Чистые Спасибо Шакран Все Вот так вот Быстренько Зашли Подошли Взяли Пивка Сейчас Посидеть Можно Музычку Послушать Волейбол Волейбол ну а главное что мы сейчас нырнем с вами нырнем с масочкой вот нужно к рыбкам идти навеселе ребят нужно вот немножко сейчас верить давайте я виски взял вот первый раз сейчас взял виски и попробуем чудить за виски ну ребят ну какая-то айла да это не айла это будет фигайла это будет фигайла ежиптайла сейчас проверим вот ром был вообще просто 30 градусный максимум на мне кажется что он 20 градусный был сейчас посмотрим ну блин какой-то виски конечно это одно и то же вот что виски что ром они делают из одного и того же слышал идею да о том что они все гонят и из этого из тростникового сока здесь потому что видите много тростникового сока разумеется здесь солода не выращивают ничего нету по сути виски это тот же самый ром просто с какими добавками ароматическими вот и все ну блин ну тоже 30 градусная какая-то максимуму водичка такая сладенькая ну а пивасик вроде нормально пиво можно пить кстати реально холодное прям пиво хорошее прям идеальное идеально вот все сейчас мы надеваем аквабокс и отправляемся в гости к рыбкам посмотрим какой здесь у нас с вами риф и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет Субтитры сделал DimaTorzok Путитается DimaTorzok так нужно вот это сюда курочку тоже вот сюда вот это сюда вот это вот сюда вот и у нас там отличная шаурма получается в общем у меня получился такой набор ну слушайте блин так он достойно это лучше чем на обеде я ел очень неплохо не дурно не до главной в еде не еда главная еде в виде виды а когда вокруг тебя плавают и рыбки вокруг тебя кораллы ну и шибись кстати вот что-то на мыло это водоросли на этих водорослей не было но так как бы кристально чистая вода кристально чистого прозрачность 30 метров и главное что нет наблюдателя вот сейчас можно плыть вон туда можно в нам и был плыть нормально мне нравится место хорошее я вам вывод рекомендую здесь есть вместо обеда перекусить вкусно с красивыми видами а еще витаминчики еще витаминчики ваше здоровье блин классно вообще теперь мне нравится теперь мне нравится вот сюда вместо обеда на обеде вообще шляпка какая-то была здесь прям идеально просто бомбиссимо и курочка и кефте все всем приятного аппетита я это буду есть встретимся дальше за обзором отеля так и давайте с вами сейчас одним кадром дорогу от моря то что море так там можно просто пройдем вам египетскую такую атмосферу отельную опять же френджи плане были над листочки как я люблю френджи плане блин классная он просто ну так вот колорит какой-то колорит отельный колорит безусловно это как бы не за пределами улицы на думаю кто был в египте тот узнает вообще в принципе архитектуру какие-то квадратные вот такие вот квадратные двухэтажные домики она как бы ассоциация всегда с египтом какую-то определенную вызывает эти пальмочки растут ну есть колорит блин да как вам египет вы подпишите в комментариях черт говорю кто-то любит почему вы не любите египет почему не любите египет знаю кто плавать не умеет разумеется египет не любит потому что снаружи конечно она сильно выступает в турции но тем кто умеет плавать блин вам египет должен нравиться однозначно пишите плюс комментариях так вот вот вам лестница кстати вот одним кадром От лестницы мы сюда, к морю шли, по этой лестнице, и вот теперь подняться по этой лестнице. И все, мы с вами сейчас будем у бассейна. Вот у бассейна хочу бургеры взять, говорят, бургеры раздают. Поэтому сейчас перекусим еще бургеры и присядем искупаемся в бассейне. Так, ну принесли мне мой бургер. Ну, знаете, меня что смущает, что я здесь один сижу. Если сидишь один, означает, что, наверное, не очень место. Мне это смущает. Так, ну смотрите, принесли, в общем, такой комплект. Принесли два пива, принесли говяжий бургер. Ну, что, котлетка вроде, что, как бы есть помидорка даже для Египта. Это редкость на самом деле. Вообще, типа здесь делают, видите, биф-бургер, хот-дог делают, чиз-бургер, чекен-бургер, чекен-наггетс. Ну, сказали, чекен-наггетс нету. И все блюда подаются с картофелем фри. Это все бесплатно, понимаете? Это все бесплатно. Ну, погнали, с вами сейчас на Тесне, с вами с таким потрясающим видом. Задний фон меня, не знаю, не перестает радовать. То есть, как бы, и с самого утра меня он очень радовал. Говорю, прям, как будто я ощущаю себя где-нибудь в Таиланде просто. Смотрите, я вообще один. Я как будто на какой-то вилле. Я вообще охреневаю. Что происходит? Где все люди? Вы видите? Я говорю, отель просто полностью нахрен пустой. Просто я вот снял, считайте, отель. Просто снял отель, вип-персона, ем бургеры. Где хочешь сидишь, вообще просто чудеса. Говорю, почему людей нету? Кстати, вот сейчас разговаривался с девчонкой. Как вы думаете, за сколько сюда прилетела девчонка? Девчонка прилетела сюда на неделю. Все включено. Горящий тур какой-то урвала за 35 тысяч рублей. Все включено. Перелет, проживание, еда. Все включено. 35 тысяч рублей. Вообще шоки. А люди ездят, блин, в Казахстан. Ребята, надо ездить вот сюда. Нужно приезжать. Ахахаха. Ну, погнали. Ну, суховато, конечно. Суховато здесь, плюс есть кетчуп. Ну, блин, очень сухо. Прям очень сухо, так себе. Ну, вот опять же, не факт, что это у нас с вами говядина. Скорее всего, это верблюжатина. Надо кетчуп туда бахнуть, наверное, внутрь. Будет хотя бы посочнее. Так суховато очень штука. Давайте витаминчики. И после бургера надо искупаться в этом шикарном бассейне. Просто ощутить себя в Азии. Просто шикарно. Не знаю, не понимаю, почему люди улетели там в Грузию, в Армению, в Казахстан. Ребят, хотя бы на месяц прилетали бы в Египет. И вам это бы было все гораздо выгоднее и дешевле, чем улетать в такие другие страны. Короче, берите на заметку, ребята. Прям вам лайфхак просто. Сам жалею, что я вот скоро уезжаю. В следующем выпуске мы с вами окажемся уже в Казахстане. Вот, но я бы с удовольствием здесь еще на месяц бы задержался. По цене 2000 рублей в сутки. В первом отеле, в котором мы жили. Если кто не смотрел, переходите, посмотрите. Ну, блин, ну это песня-сказка. Это просто песня-сказка. Песня-сказка – лозунг этого отдыха в Египте. Песня-сказка – просто огонь. Пишите, кто не согласен. Пишите. Ну, и в принципе, ваше мнение по текущей ситуации. Я вот сижу здесь параллельно. Мне смс-ки присылают, подписчики шлют всю информацию. Ну, жесть, короче, происходит. Жесть происходит. Хотелось бы, чтобы все это закончилось как можно скорее. Ребят, выпьем за мир во всем мире. Вот, чтобы это скорее вся ерунда закончилась. И пускай возвращается лучше корона, чем вот то, что сейчас у нас происходит. Да, ребят, я добавил, в принципе, соус. Кетчуп, и стало гораздо-гораздо вкуснее. Вот, а что хочу сказать? Вы там можете сказать сейчас, Серега, ты ешь просто каждые пять минут. Ты столько пообедал, ты столько съел шаурму, ты уже пошел есть, блин, бургер. Ты пипец. Ребята, я на дробном питании. Я худею. У меня такая диета. Нужно как можно чаще-чаще-чаще есть. Вот, и я скидываю в течение недели по килограммам. Вот, для тех, кто не понял, как бы я записываю этот выпуск несколько дней. Чтобы вы понимали, я после обеда не пошел, это шутка. После обеда я не пошел, там есть шаурму. После обеда я не пошел, есть вот это. Это как бы в течение нескольких дней записывается весь выпуск. Чтобы вы не думали, что я, блин, реально обжор и просто ем каждые пять минут. Так что, ребят, нужно пояснение, мне кажется, было. А то, реально, меня бы сейчас засетили, сказали, блин, фиг, гад и, блин, жерешь вообще. Я просто не в себя. Ну, кстати, бургеры я вообще доел практически полностью. Я еще в шоке, что здесь никого нет. Это вкуснее, чем был обед. Реально, вот такой бургер. Косвета, зашибись. Вообще никого нету. Только одни кархуши ждут, пока я уйду и оставлю им покушать. Так, а тут в бассейне, смотрите, кархуши вообще охренели. Они едят, они пьют и купаются. Они просто, блядь, на полном отдыхе. Просто на чиле и на расслабоне. Джиган, это ты, что ли? Джиган, это ты? На чиле, на расслабоне. Ну все, погнали с вами на чиле, на расслабоне. В общем, нужно искупнуться. Как всегда говорю, купаться в бассейне, конечно, не обязательно. Но для галочки, для галочки, нужно сделать этот шаг. Вот, конечно, блин, слушайте, в море вода потеплее, чем в бассейне. Вот, хотя здесь она, наверное, 26 градусов, наверное. А в Красном море вода у нас с вами сколько там? 29, 29, я на дайвинге говорю, был. То есть 29 она сверху, 28, 27 она на глубине 30. Вот, то есть, блин, когда ты опускаешься в бассейн, то здесь даже вода прохладнее. Здесь вода прохладнее, чем в море. Поэтому большинство и купается в море. То есть, посмотрите, здесь как бы я здесь. Ну вот, вот, раз человек, два человек, и я три человека. Больше никто не купается. Ну хотя, вы просто посмотрите на эту атмосферу, да. Ну блин, ну блин, кайф. Вообще просто по красоте. Так что пишите в комментариях, я кайфую. Все, я отдыхаю, я на Бали. Ребят, я на Бали, я в Таиланде. Я уже здесь. Вот, а те, кто не знает, что мы в декабре с вами отправляемся в Таиланд. Поэтому обязательно подпишитесь. Не забудьте подписаться, кстати, на Телеграм. Не забудьте подписаться на Инстаграм. Потому что там в первую очередь выходит сториз. Вы в первую очередь узнаете, где я нахожусь. Что происходит и так далее. Потому что выпуски на Ютубе выходят с опозданием определенным. Нужно смонтировать и так далее. Это как бы колоссальный труд. Тоже не забывайте поддерживать. По ссылке в описании есть ссылочка на донаты. Здесь есть ссылочка на донаты. Поддерживайте. Это в текущей ситуации очень важно для меня. Потому что, ну, блин, это вот все как бы благодаря вам на самом деле. Вот у нас в стримах помогали и так далее. Огромный респект тем, кто помогает. Пальчик вверх. Вот как бы пальмочки, конечно, в Таиланде попышнее будет. Здесь как бы спору нет. Вот, ну, не знаю. Вот почему-то мне вот франжипани, франжипани, цветуечки и так далее. Все это какой-то создает такую атмосферу. Вот плюс деревянные какие-то навесики. И все это такое какое-то вот уютненькое. Блин, прикольно. На самом деле неплохо. Неплохо. Вот, то есть, ну, отель явно как бы... Слушайте, вот знаете, я что так скажу? Вот отель по территории тянет на пятерку, наверное. Да, очень круто. Вот особенно садовник. Садовник тянет просто на шестерку. Я так бы сказал. Садовник просто шестерка из пяти. Супер молодец. Очень круто. Все ухожено. Очень классно все сделано. Красиво. Да и в принципе архитектору, наверное, этого отеля, можно сказать, респект. Все сделаны мостики всякие. И все. Ну, просто все подушаталось. Вот номера подушатались. Персонал подушатался. Качество еды подушаталось. Возможно, я допускаю, что раньше, кстати, этот отель был супер крутой. Потому что этому отелю стать супер крутым вообще не проблема. Подтянуть еду, подтянуть персонал. И вообще будет просто, ну, просто будет охеренно. Очень крутой на самом деле отель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин